Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 За 50 уже на уши туговаты, ну слышите меня? Не сочкуйте, не будьте лентяями. Да просто разницы нет, какой ваш возраст. Начните жить по-божьему. Начните жить так, как Бог говорит. Начните жить так, как Слово учит. Вот это отвергнете себя. Отвергнете я мне мое. Что? Чтобы действительно то, что Бог дал, оно стало вашим, оно состоялось, оно совершилось. Вот, ну кто, кому там за 50 лет, да, часто еще раз говорил, говорю. Многие там, вот я одинок, я одинокая, выкиньте этот маразм из своего сердца. Откройте глаза, как Писание учит. Послужите тем, кому трудно. Идите вон в детские дома, к сиротам, беспризорным. Послужите им. Вам очень полегчает. Не живите в своем эгоизме. Не живите. Ребятки, эта жизнь, которую Бог нам дал, она пролетает быстро. И на что мы ее тратим? Если, ну как бы, недельку назад я вам проповедовал, вы еще ничего не сделали. А все в этой нашей душе. Вот заглянуть в нее. Что там в этой душе? Где измениться надо, чтобы действительно то, что Бог дал, оно состоялось. Оно совершилось. Изберите жизнь. Изберите. Я не знаю, ну как бы, естественный вопрос. Я не знаю, как служить, что делать. Да очень просто. Господь, излей Твою благодать. Вот вложи в мое сердце. Вложи в мое сердце делать доброе. Вложи в мое сердце там Твои таланты, Твои идеи. Вложи в мое сердце что-то сделать доброе. Не знаю, для ближних, для этого города, для этой страны. Но все это реально. Просто измените свое мышление. Не живите так, как живет этот мир. А то, что Бог приготовил. Миленькие, мои дорогие, я не знаю, как вас увещевать. Я знаю, ваши папы и мамы так не говорили. Это я вам говорю, как пастырь, который видел кучу судеб. Ну, смиритесь вы перед Богом. Смиритесь. Не упирайтесь. Потому что будем разрушены все. Будем разрушены. А вот смириться перед ним Господь, ну что делать? Да знает он там всякую немощь, всякую болезнь Твою. Знает наизусть. Оно часто потому, что мы просто не покоряемся. Часто потому, что мы непослушны своему отцу. Он кого любит, бьет, наказывает. Господь. Почему? Ну вот возьмите опять. Хотите болезни, исцеления, как? Ну, возьмите опять. Это вообще трудный труд. Бумажку с ручкой взять. И написать. Почему? Иисус на кресте, Слово Божие говорит, понес все немощи и болезни. Взял все проклятия. Ранами его мы исцелились. И вот написать. Почему я болен? И себе ответить. Не покоряюсь Слову Божьему. Грех во мне. Зачем вот умирать прежде времени? Зачем жить разрушенными, побитыми? Зачем? Милые мои, это все наше упорство. Это то, что мы не покоряемся. Богу там исцелить разницы нет, какая у тебя болезнь, что прыщик, что онкологическая болезнь. Это все суть одно. Ему ничего невозможного нет. Это только мы сами выдумываем, придумываем. Из-за нашего непокорства. Мы выдумываем и придумываем, почему мы должны быть разбиты. Это, ребятки, наша душа, которая не желает покоряться Богу. Это наша душа, которую мы как бы сами избираем. Но я говорю, как Писание говорит, избери жизнь. Избери жизнь. Избери то, что я тебе дал самое лучшее, самое прекрасное. Господи, ну что мне делать? Он дал нам духа благодати. Я не знаю, там, я распечатку сделал, но мне что-то ее не принесли. Наверное, продается. Это то, что вот, поймите, еще раз, от ума своего мы не знаем, что делать. Многие из вас абсолютно не знают, что Бог приготовил. Не видел ваш глаз, не слышал ухо. Но Бог знает, почему привел, зачем привел, что Он желает делать, что Он желает совершать. И именно через тебя, именно твое сердце Ему нужно, именно твои руки, твои ноги, твои уста, чтобы через тебя совершать, может быть, великое, чудное для тебя, то, что ты никогда не делал. Но это только смириться перед Ним, Боже, помоги мне. Вот смириться под твою крепкую руку, отвергнуть эту душу, отвергнуть, чтобы то, что ты приготовил, оно состоялось, оно совершилось. Не просто, ну как бы, жить, вот, ходить в церковь, читать эту Библию, но то, что Бог приготовил, то, что Он предлагает для нас, эти великие, драгоценные обетования, которые ждут, которые ожидают каждого из нас, что там у тебя, что там тебя держит, пьянство, страхи, не знаю, воровство. Это желание всегда брать в долг, да не отдавать. Ну, измените себя, отвергните вы эту душу свою. Бог изольет то, что Он приготовил. Бог изольет то, что Он даровал для каждого из нас. Я говорю, что когда, там, это 30 лет назад, я этот начал путь, но я знать же не знал, ребятки, что Бог приготовил. Иногда Он показывал, иногда Он просто видение, были сновидения, Он показывал, что меня ждет, и я часто не верил этому. Проходили годы, оно все свершалось. Проходили годы, и я видел, как Бог верен, а я все-таки лжив, как обычно. Но Бог всегда верен, и вот то, что Он говорит, я желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Но как преуспевает твоя душа? Либо там истина придет от Бога, либо ложь. Она будет держать тебя. Она будет держать тебя. Она будет удерживать тебя от этих Божьих обетований. От этих Божьих благословений, которые ждут, не дождутся, когда его сын или дочь проснутся, очнутся. Когда его сын или дочь начнут делать то, к чему Бог призвал. Еще раз говорю, душевный человек, это вот трагедия для тех, кто в возрасте. Это трагедия. Душевный человек, он не принимает что-то от Духа Божьего. Когда мне говорят, я в душе молод, я думаю, ну да, да, неси пургу дальше. Тогда веди себя как молодой человек. Веди себя так. Если ты молодой, в сказке себе не рассказывай. Поймите, ребятки, ну это то, что внутри нас, душевное, оно бесовское, оно Богу не покоряется. Пока не придет обновление, пока не придет то, что Он приготовил. Но начните вы искать Бога. Начните действительно по-настоящему взывать к Нему. Если есть какое-то служение, но служение, оно должно всегда приносить плод. Не делайте служение ради служения. Не делайте, что я типа обязан Богу, это глупо. А вот служить тогда, Дух Святой помоги мне, чтобы действительно я приносил плод, чтобы этот плод был очевиден, чтобы действительно все видели, что ты во мне, ты ведешь, ты наполняешь, чтобы это было реальностью в моей жизни. Преобразуйтесь обновлением ума, милые мои, дорогие, я не знаю, как вас увещевать. Я понимаю, что Бог столько дал, но все это вот в нашу душу, то, что я сейчас сею, я сею в твою душу, в твой опыт жизни, где не было Бога. В твой опыт жизни, где может быть, ну кто-то, может быть, где-то там вкусил чуть-чуть Бога, но дальше не идет, потому что душа мешает. А я понимаю, что сколько ждет вас, если действительно по-настоящему начнете искать? Сколько ждет этих великих Божьих обетований, они драгоценны, они чудесны. Сколько ждет, когда его дети по-настоящему начнут искать своего Господа? Когда его дети начнут по-настоящему искать того, который избрал их? Когда мы читаем Слово Божие, вот что с нами происходит? Я, ну вот, с годами, я говорю, сразу это не доходит, приходит, к сожалению, с годами. Поймите, что мы читаем Слово Божие, и мы, ну как бы, смотрим на эту жизнь. Мы смотрим через призму, вот своей плоти, своей души, но Бог совершенно иначе учит нас. В 2 Коринфянам 5,7 написано, мы ходим верою, а не видением. Верою, а не то, что мы видим. Верою в Слово Божие, верою в обетование Божие. Может быть, своими глазами вы видите, что-то сейчас у вас разбито, побито. Может быть, своими глазами вы видите то, что действительно, ну, не приносит славы Божией, но вера – это совсем другое. Вера – это то, что я опираюсь на то, что Бог сказал. Вера – то, что я пытаюсь увидеть то, что Бог обещал для меня в Своем Слове. Вера – это хождение в духе, не в душе, не то, что вы видите. Вера – это то, что Бог приготовил. Вера – это то, что Он написал в Своем Святом Слове. Вера – то, что, ну, как бы, это положил в свое сердце какую-то цель, поставил. Я желаю, да, здравствуйте, я желаю иметь здоровье, я желаю иметь успех во всем. И ты видеть себя должен успешным и здоровым. Каким путем? Когда трудно, тяжело взирать, написано на начальника совершителя веры. Трагедия какая, душевного человека. Вам трудно, тяжело, вас обидели. Вы сразу пытаетесь отвечать злом на зло. Вы закрываетесь, вы обижаетесь. Но если взирать на начальника совершителя веры, который висел на кресте и говорил, отче, что там он говорил? Воздаем, да? Прости им. Вот это помогает. Когда ты смотришь на крест, это сила наша. Когда ты смотришь на крест, это сила для прощения. Тебе трудно, а то ты говоришь, Господи, я хочу быть подобным тебе. Ты говорил, прости. Помоги мне простить. Когда ты остаешься сам по себе, со своей душой, ты найдешь сто причин обижаться. У тебя появится горький корень, который будет разрушать тебя, твою жизнь. Но когда ты выбираешь духовное, что бы там ни было, Боже, прости. Я выбираю прощение, беды. Я выбираю благословение. Но, милые мои дорогие ребятки, друзья мои, До этих обид и боли, горечи вокруг нас масса. И только вот эта сила креста помогает. Когда я помню, я же за тобой пошел, Господь. Помоги мне прощать. Я взираю на совершителя веры, который на кресте говорил, прости, когда его распинали. А мы порой там мелкие какие-то боли, нам что-то сказали, мы закрываемся, мы обижаемся, мы отвечаем злом на зло. Мы теряем то, что Бог приготовил. Мы теряем то, что Бог даровал. Все эти великие, прекрасные обетования. Это не есть жизнь по духу. А жизнь по духу, когда он знает, вот сейчас вам трудно кого-то простить, да? Вы пришли сюда, вам трудно, вам сделали боль, причинили, может быть, насилие, издевательство над вами. Но вы желаете избрать Божий путь, и вы говорите, Боже, я вместе с тобой прощаю. Вот это жизнь по духу. Вот Бог за тебя здесь. Вот Бог тогда простирает свою руку, чтобы дальше вести тебя. Чтобы дальше помогать тебе. Чтобы ты дальше, ты слышал его голос. Господь, что ты приготовил, что ты желаешь делать. Ребятки, миленькие мои дорогие, как я не хочу, чтобы вы обманывали сами себя. Мы должны его слышать голос. Мы должны взывать, понимать, Боже, что ты приготовил, что ты желаешь делать, что ты желаешь совершать. Я говорю, иногда полезно, вот сел сам. Я говорю, все-таки бумажки сел, вникая в себя, в учения, что в моей душе. Почему нет успеха? Почему нет побед? Почему нет плодов? Почему нет исцелений? Почему нет благословений? Да честно ответить, что в твоей душе. Это только душа мешает. И вот когда ты замену делаешь, замену Слова Божьего, Бог начинает что-то делать с тобой, Бог начинает, это называется преобразоваться обновлением ума. Я говорю, когда я начинал свой путь, вот душевный человек, ну как я мог понимать Бога обиженный, отверженный, живущий в страхах, живущий в стыде, как я мог его понимать? Да, у меня было желание, я хотел как бы быть с Богом. И не более того, и лишь когда стал выбирать это Господь, я стал выбирать жить-то хоть чуть-чуть по духу, жить по духу, Бог начал свое действие. Бог начал свое действие. Он начал изливать от духа своего, пусть я там во многом еще плотской был, но даже эти маленькие победы он изливал от духа, чтобы сына своего поднимать, чтобы то, что он приготовил, состоялось, совершилось. Ребятки, ну так Бог действует, еще раз говорю, не видел того глаз, не слышал уха, но просто свою жизнь говорю, ну 30 лет назад пришел в церковь, баран бараном ничего не понимал, Советский Союз. О чем я мог помышлять? Когда я слышал, что люди проповедуют, я не вмещал это, душевный человек не принимает. Когда мне там в Песятнической церкви говорили, что-то как там выражение, ну такой религиозный сленг, это сосуд Божий, думаю, о чем они вообще говорили? Ну это про меня. Когда Бог мне говорил, что потом уже ты будешь пастырь-пастырь, о чем? Я это не понимал, я это не ведал. Душевный не принимает, что от духа Божьего. Я многое не принимал от Бога. Я читал и не принимал. Я просто единственное хотелось быть с Богом, хотелось Его понимать, хотелось. Но вот это безумство Божие, что вот так Богу ничего не стоит через немногих спасти многих. Как Он говорит, от самого слабого произойдет сильный народ. Это Бог делает, когда мы начинаем смиряться, когда мы начинаем полагаться на Него, когда мы начинаем доверять Ему. Господь, что Ты хочешь? Господь, как Ты желаешь? Может быть не с первого дня, не с первой ночи приходят откровения, но когда Ты начинаешь взывать, Бог начинает что-то делать. Вот это душевное, вот это бесовское с нас начинает отвальваться, просто уходить с нашей жизни. Все эти боли, все эти раны прошлого, чтобы действительно то, что Бог приготовил, еще и еще раз. Не знаю почему, почему, ребятки, ну хочется достучаться до вас. То, что Бог приготовил, ребята, это жизнь, она коротка, она пролетает очень быстро и быстро. И печально то, что я понимаю, что вот многие из вас, где-то сейчас работают, как в рабстве. Вам это не нравится, вы идете, отрабатываете, пашете на кого-то, это просто от бестолковости. Я подсказываю почему. Начните молиться за свое. Начните молиться за свои таланты. Начните молиться, Господь, я желаю там послужить Тебе, я желаю принести плод для Тебя. Я желаю просто прославить Тебя, прославить Твою жизнь. Оно все придет. Все придет. Бог так делает, Он избирает немощное, немудрое, несильное. Не надо для Него там вот такую голову иметь с десятью дипломами. Ему нужно сердце чистое, Господи, вот это сердце чистое сотвори во мне. Ребята, иначе пролетит эта жизнь, она пролетает быстро. Кто уже в возрасте понимает, многое не вернешь, но можно изменить то, что есть. То, что есть. То, что действительно, то, что от Бога, чтобы оно пришло. Не смотрите на этот мир, вам нужно Господа узнать, вам нужно Господа понять, вам нужно услышать своего Творца, что Он приготовил от чрева матери для тебя. Не то, что этот мир диктует. Субтитры создавал DimaTorzok